Польский язык что ли? Не, ну да, если по-китайски ничего, ничего, то как бы по-китайски. Нет, в Китае выкидывай и вспоминай, а польский язык вполне понимаю. Ну да, то есть... Ну это один язык разделенный, разбитый на некие группы. Ну на диалекты по... Белорусский тоже можно понять. Да там то же самое вообще, я даже не представляю в чем раз. Меня никогда не напрягало смотреть, как некоторые тут живут. Ой, я не могу смотреть на украинском языке Афимия. А мне пофигу, я даже... Ну, мне разговаривать у меня не было практики. И то, когда я живу. Мне проще вызывать учиться. Да? И мне воспринимать сложнее информацию. Ну, меня как-то... Ну смотри, то есть, славянский язык, старый язык, он имеет ряд диалектов, но знать, допустим, кучу этих письменностей, это не так, что знать кучу языков. Это разные письменности единого старославянского языка. Но, правда, у этого языка есть куча диалектов. Ну, матрица одна, основная. И как называется основная матрица? В смысле? Ну, основная же матрица должна быть этого языка? Да, куча диалектов. Матрица, матрица. Нео, Морфеус... Да нафиг эти... Старославянский язык, Прокрит, он и есть старославянский язык. А, Прокрит, то есть, получается. А санскрит, в чем разница с Прокритом и с санскритом? Как ты смотрел мои видео? Ну, я еще раз тебе объясняю, я смотрел выборочно и не всегда. Санскрит появился пять тысяч лет назад. Жил товарищ Шрила Двейтпайном Ясседево. Взял санскрит, порезал, порезал, порезал. Сделал товарища Франкенштейна. Назвал его санскрит, типа улучшенный. То есть, то же самое сделали с Прокритом, то же, что и с Аумарасией, да? Да. То есть, именно извратили, короче говоря. И с какой целью? Ну, то есть, чтобы деградировать, да, людей? Нет, чтобы удобнее как раз отображать свои философские идеи. У него ж, смотри, было там куча учеников всяких. А мой? Он написал про себя книжку, что он, типа, такой плодовитый дедушка, который оплодотворял там царевин индийских сто лет. Дешев. Ну, то есть, он и себя возвеличивал, своих детей возвеличивал, и ученикам своим доказывал, что он литературное воплощение Всевышнего. Да. А, ну, у него там тоже шизофрения, короче. Я не понимаю, просто я бы такой, чтобы ты этого подальше держался. А они все туда лезут, и все Иисусы Христы теперь, да, у нас? Лучшая Шрила Двайнбайя Навьясадема. Создатель индейских вед и санскрита. А, то есть, это основатель той концепции, которую они сейчас исповедуют, правильно? Ну да, но она там так разветвилась, что он уже там никто для многих из них. Ну, нас не интересует ихний лабиринт вот этих вот всех перепитий, нас интересует наша. То есть, по дешбогу, по образам, давай пройдемся, как бы, по тому, что у нас есть. Адекватно. 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 Относительно. Относительно. Это слишком как-то никак. Никак. Удаляем. Сразу, Абриша, удаляем, чтобы не это самое. Удалим, да. Так, и тут как-то так. Тут как, пойдет? Пойдет. Так, ну, это классический образ, насколько я понимаю, сейчас. Ну да. Причем смотри, здесь соблюдена симметрия анха. Анха. Кристалл жизни. То есть, крест с руком сверху, да. Если вместо туловища и ног сделать палку, руки соединить палкой и круг сверху. Не, я все вижу, я вижу тут анх. Всякий. Плюс еще соблюдена идея симметрии. Из его мантии сделана как бы керамида света. И сверху тоже солнце. То есть, здесь очень много интересных идей. Классически, ведически все хорошо. Ну да. Но возвращайся обратно. Здесь есть и один страшноватенький глюк. Однако, его можно учесть и не обращать внимательно. Или же даже в фотошопе отредактировать. Какой пока? Это заворот с полохом в одну сторону. Потому что они все налево? А куда их? Направо надо? Здесь или их делать ровными, или же сделать часть налево, часть направо. Ну вот тут часть налево, часть направо. Ну очень слабо, я считаю. Ну я понял, да. Тут у него как бы по салону идет свапка. В общем, везде, если ты изучишь брошюру о символах, ты изучишь, что если изображается свастика в одну сторону, должна изображаться такая же и в другую сторону. Иначе это дисгармония. Это всегда надо уравновешиваться. То есть, если у него на чашке свастика в одну сторону, то надо было изобразить и на другую? Да он уравновешивает. Ну ладно, мы прислушаемся к этому мнению. Я просто вообще не любитель, как бы, никаких символов. Тогда вообще не использую. Я не использую вообще. Или же, если хочешь один символ, используй гармоничный. Это как? То есть белое и черное. Ну да. Получается так, да? А что такое? Как ротая это как? Ну это, то есть гармонию надо соблюдать. Это я понял. Один символ ты сказал какой? Крестского и ротая. Крестского, а вот? Да, да. Так, хорошо. Это? Делит. Делит. Делит, да. Сейчас вот. Так, где? А, выход. А что, если ты просто нажмешь кнопку Делит, не поможет? Да я не привык к клавиатуру. Соболезно. Поставь его возле меня и сам буду нажимать. Да, ты сейчас не будешь нажимать так, чтобы потом... Опять та же проблема. Ну в общем, все хорошо. Пойдет, да? То есть смотри, общая концепция прекрасна. То, что свастика завернута, не совсем хорошо. А я не вижу свастики. Ну вот в солнечном. Прямо в центре. А, прямо. Ну я понял. Так. Дождь блох. Ну это понятно. Делит. Да, это какое-то непонятно, что это вообще. Удалить. Удалить, да? Потому что непонятно, что это. Не, понятно. Навстречу солнцу идут боги, встречают и... Так. Подходит. Дождь блох. Тут у нас... Больше на кого-то... Ботана. Похоже. Ну шусь такая. Так. Короче, это не надо, да? Такое, я так понимаю. Делит Делитович. Это Куровского изображения. Прям чуть ли не с Куровского рисовали. Ну смотри. Смотри. Вот эта женщина, которая рисовала... Это не одно изображение. Это целая серия разных богов. Да. Да. Она, насколько я понимаю, пользовалась... какими-то древними данными, потому что соблюдена определенная асимметрия. То есть... То есть в принципе каноничная. Ну я думаю, да. У него не может быть как бы так, чтобы... Он же не совсем... Он хитрая просто тварь. Вот это. Для начала он человек. Знаешь, как бы это вопрос такой. Хотя человек это и есть. Если он воплощен в человеческом теле, значит человек. Ну если парахманский человек... Традиции я кто там? Человекообразная она. Это удаляй, потому что петух на голове, тигр под мышкой. Ибн-Ладын помидует. То есть это не подходит, да? Такое запрещение? Это смотри. Посох соответствует проявлению Всевышнего как Махарзари. Что такое Махарзари? Ну великий резчик, великий творец Всевышнего. Ну вот. Остальные атрибуты здесь неуместные. Ну это как, допустим, если на индейский храм сверху поставить тарелку от спутникового центра какого-нибудь. И еще садить туда... Ну все, я понял, понял, хорошо. Так, то есть у нас должно быть... Секунду я тут... Удалить. Я хочу... То есть тут надо дописать Всевышний, тут Махарзари надо еще, да? Ну одно из проявлений. Хорошо. Создать Павку. Махарзари. И Сагасту, да? Я так понимаю? Сагаст, Радагаст... Ну Радагаст есть, в принципе. Сагаст. Сагаст в губках Радагаст. 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 Ну да. Держи. Детское имя Радагаст, а княжеское имя Сагаст. Сагаст. Так, хорошо. Вернемся. Так, сюда. Тут подходит? Угу. Ну тут я думаю это классическое изображение, да? Не совсем. Я бы его не использовал, но как хочешь. Пойми, я это не только для себя делаю. Мне надо, ну, я кому раздам. Тогда давай, Дерит. Думаешь, почему? Да. Потому что вышивка не подобрана по-человечески вообще. Нет, просто там люди в том-то и дело, что... Нет, смотри, давай, если так уж делать для других людей, то выбирать только те, которые точно качественные. Думаешь? А здесь символики использовано много и не всяк местный. Польский язык что ли? Нет, ну да, если по-китайски ничего, ничего, то как бы по-китайски. Нет, в Китае выкидывай и вспоминай. Да, ну я шучу, но я просто такое. А, польский язык вполне понимаю. Ну да, то есть... Ну это один язык разделенный, разбитый на некие группы. Ну на диалекты по... Белорусский тоже можно понять. А там то же самое вообще. Я даже не представляю, в чем разница. Меня никогда не напрягало смотреть, как некоторые тут живут. Ой, я не могу смотреть на украинском языке фильме. А мне пофигу, я даже... Ну, мне разговаривать, у меня не было практики. И то, когда я живу. Мне проще его заворачивать. Да? И мне воспринимать сложнее информацию. Ну, меня как-то... Ну смотри, то есть... Славянский язык, старый язык, он имеет ряд диалектов, но... Знать, допустим, кучу этих письменностей, это не так, что знать кучу языков. Это разные письменности единого старославянского языка. Но, правда, у этого языка есть куча диалектов. Ну, матрица одна, основная. И как называется основная матрица? В смысле? Ну, основная же матрица должна быть этого языка? Да, куча диалектов. Матрица, матрица. Нео, Морфеус, Неомарпалиой. Старославянский язык, прокрит, он и есть старославянский язык. А, прокрит, то есть, получается. А санскрит, в чем разница с прокритом и санскритом? Как ты смотрел мои видео? Ну, я еще раз тебе объясняю. Я смотрел выборочно, а не всегда. Санскрит появился пять тысяч лет назад. Жил товарищ Шрила Гвейтпайном Ясседево. Взял санскрит, порезал, порезал, порезал. Сделал товарища Франкенштейна. Назвял его санскрит, типа, лучший. То есть, то же самое сделали с прокритом, то же, что и с аумарасией, да? Да. То есть, именно извратили, короче говоря. И с какой целью? Ну, то есть, чтобы деградировать, да, людей? Нет, чтобы удобнее как раз отображать свои философские идеи. У него ж, смотри, было там куча учеников всяких. А мой? Он написал про себя книжку, что он, типа, такой плодовитый дедушка, который оплодотворял там царевин индийских сто лет. И что? Ну, то есть, он и себя возвеличивал, своих детей возвеличивал, и ученикам своим доказывал, что он литературное воплощение Всевышнего. А, ну, у него там тоже шизофрения, короче. То есть, я не понимаю, просто, я бы такой же был, чтобы этого подальше держался. А они все туда лезут, и все Иисусы Христы теперь, да, у нас? Лучшая Шрила Двайнбайна Вьясадема. Создатель индейских вед и санскрита. А, то есть, это основатель той концепции, которую они сейчас исповедуют, правильно? Ну да, но она там так разветвилась, что он уже там никто для многих из них. Ну, нас не интересует их лабиринт вот этих вот всех перепитий. Нас интересует наша. То есть, по дэшбогу, по образам. Давай пройдемся, как бы, по тому, что у нас есть. Адекватно. 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 Относительно. Относительно. Это слишком как-то никак. Никак. Удаляем. Сразу, Абриша, удаляем. Чтобы не это самое. Удалим, да. Так, и тут как-то так. Тут как пойдет? Пойдет. Так, ну, это классический образ, насколько я понимаю, сейчас. Ну, и причем, смотри, здесь соблюдена симметрия анха. Анха. То есть, реже кругом сверху, да. Если вместо туловища и ног сделать палку, руки соединить палкой и круг сверху. Не, я все вижу, я вижу тут анх. Всякие. Плюс еще соблюдена идея симметрии. Из его мантии сделана как бы керамида света и сверху тоже солнца. То есть, здесь очень много интересных идей также. Классически, ведически, все хорошо. Ну да. Но, возвращайся обратно. Здесь есть и один страшноватенький глюк, однако, его можно учесть и не обращать внимательно. Или же даже в фотошопе отредактировать. Какой показатель? Это заворот с полохом в одну сторону. То, что они налево все? Да. А куда их? Направо надо? Здесь или их делать ровными, или же сделать часть налево, часть направо. Ну вот тут часть налево, часть направо. Ну очень слабо, я считаю. Ну я понял, да. Тут у него как бы по салону идет свадка. В общем, везде, если ты изучишь брошюру о символах, ты изучишь, что если изображается свастика в одну сторону, должна изображаться такая же и в другую сторону. Иначе это дисгармония. Ага. Это всегда надо уравновешиваться. То есть, если у него на чашке свастика в одну сторону, то надо было изобразить и на другую? Да он уравновешивает. Ну ладно, мы прислушаемся к этому мнению. Я просто вообще не любитель, как бы, никаких символов. Тогда вообще не использую. Я не использую вообще. Или же, если хочешь один символ, используй гармоничный. Это как? То есть белое и черное. Ну да. Получается так, да? А что такое? Как ротая это как? Ну это, то есть гармонию надо соблюдать. Это я понял. Один символ ты сказал какой? Крестского и ротая. Крестского, а вот? Да, да. Так, хорошо. Это? Делит. Делит. Делит, да. Сейчас. Так, где? А, выход там. А что, если ты просто нажмешь кнопку Делит, не поможет? Да я не привык клавиатурую. Соболезную. Постави возле меня и сам буду нажимать. Да, ты сейчас не будешь нажимать так, чтобы потом... Опять та же проблема. Ну в общем, все хорошо. Пойдет, да? То есть смотри, общая концепция прекрасна, то что свастика завернута, не совсем хорошо. А я не вижу свастики. Ну вот в солнечном, прямо в центре. А, прямо. Я понял. Так. Дождь бог, ну это понятно. Ну снова. Делит. Да, это какое-то непонятно, что это вообще. Удалить. Удалить, да? Потому что непонятно, что это. Не, понятно. Навстречу солнцу идут боги встречают и... Так. Так. Дождь бог. Тут у нас... Больше на кого-то... Ватана похож. Ну шусть такая. Так. Короче, это не надо, да? Такое, я так понимаю. Делит, Делитович. Это Куровского изображения. Прям чуть ли не с Куровского рисовали. Ну, смотри. Смотри, вот эта женщина, которая рисовала... Это не одно изображение. Это целая серия таких. Да, да, да. Разных богов. Да. Она, насколько я понимаю, пользовалась какими-то древними данными. Потому что соблюдена определенная асимметрия. То есть... То есть, в принципе, экономичная. Ну, я думаю, да. У него не может быть как бы так, чтобы... Он же ж не совсем... Он хитрая просто тварь. Вот это... Для начала он человек. Знаешь... Как бы... Это вопрос такой. Хотя человек это и есть. Ну, коль он воплощен в человеческом теле, значит человек. Ну, если парахманский человек... Традиции... Я кто там? Человекообразная она. Это удаляй. Потому что петух на голове, тигр под мышкой. И Бен Ладен пометует. То есть, это не подходит, да? Такое это... Это... Смотри, косох соответствует проявлению Всевышнего как Махарзари. Что такое Махарзари. Ну, великий резчик, великий творец Всевышний. Ну... Остальные атрибуты здесь неуместные. Ну, это как, допустим, если на индейский храм сверху поставить тарелку от спутникового центра какого-нибудь. И еще садить туда... Ну, все, я понял, понял. Хорошо. Так. То есть, у нас должно быть... Секунду я тут... Удалить. Я хочу... То есть, тут надо дописать Всевышний, тут Махарзари надо еще, да? Ну, одно из проявлений. Команды. Хорошо. Создать папку. Махарзари. И Сагаст, да, я так понимаю? Сагаст, Радагаст... Ну, Радагаст есть, конечно. Так. Сагаст в двухках Рама. Рама это и есть Сагаст? Ну, да. Ну, я же... Детское имя Рама, а княжеское имя Сагаст. Сагаст в двухках Рама. Так. Вернемся. Так. Сюда. А, тут подходит? Угу. Ну, тут, я думаю, это классическое изображение, да? Не совсем. Я бы его не использовал, но как хочешь. Пойми, я это не только для себя делаю. Мне надо... Ну, я кому раздам... Тогда давай, Дерит. Думаешь, почему? Да. Потому что вышивка не подобрана по-человечески и вообще... То есть... Нет. Просто там люди... В том-то и дело, что... Смотри. Давай, если так уж делать для других людей, то выбирать только те, которые точно качественные. Думаешь? Здесь символики использовано много и не всяк местных. Да. Здесь символики использовано много и не просто их места, так чтобы объявить. Смотрите.